Привет, друзья! Вы смотрите информационную, развлекательную, познавательную программу «Выше крыши». Наши сюжеты с пылу, с жару уже ждут, не дождутся вашего внимания. Не будем тянуть, мы начинаем! Смотрите сегодня в программе. В школах Красноармейска для всех выпускников прозвенел последний звонок. В учебно-воспитательном комплексе, чтобы подвести итоги учебного года, провели традиционный журавлиный бал. Флорбалисты из нашего города вернулись победителями с открытого Кубка Украины «Крылатый мяч». Далее расскажем об одном из самых захватывающих и зрелищных видов спорта – мотокроссе. И на десерт отправимся на выставку экзотических животных и живых бабочек. Оставайтесь с нами, будет интересно! От имени всех школьников хочется воскликнуть – свобода! Мальчишки и девчонки не скрывают своей радости, ведь настал последний учебный день. Впереди нас ждут три месяца каникул, а вот выпускники навсегда попрощались с школой. Каким для них запомнится этот день, узнаем прямо сейчас. Сегодня во всех школах города для выпускников прозвенел последний звонок. Для учеников девятых и одиннадцатых классов – это особо волнительный день. До этого момента они наверняка еще не осознавали, насколько дорога для каждого из них школьная жизнь. Очаровательные, нарядные, даже чем-то похожи на первоклашек. И кажется, что еще вчера они и были ими. Одиннадцать лет пролетело очень быстро. И эти годы я, наверное, буду вспоминать до конца своих дней, потому что это самые светлые, самые счастливые, запоминающиеся. Я никогда, наверное, не забуду этих чудесных учителей, светлых учеников. Сегодняшний праздник для меня очень важен, так как это такой решающий день, наверное, в моей жизни. Одиннадцать лет прошли очень быстро, незаметно, можно сказать. Это очень грустно, но и одновременно весело. Учеба в школе навсегда останется в памяти и сердцах выпускников. Ведь такое не забывается. Они еще долго будут вспоминать множество трогательных моментов, которые пережили вместе с одноклассниками и учителями. О том, как безобразничали на переменах, карпели над учебниками, доказывали теоремы, учились дружить и самостоятельно принимать решения. И грустно, и радостно, потому что вступаем в новую жизнь. У нас ждут новые испытания, новые события, которые будут дополнять нашу жизнь. Начинается новая жизнь, это все-таки интересно очень. Ну, поэтому не очень так грустно. Но, конечно, очень сильно буду скучать за своими одноклассниками. Это все-таки детство проходит здесь, и школа как бы родной дом второй. Как же много произошло у нас за это время. Казалось, что выпуск, что-то очень отдаленное от нас, но вот мы уже выпускники. Олядываясь на школьную жизнь, могу с уверенностью сказать, все было просто чудесно, супер. В ней было все, горести и радости, победы и поражения. Но вот мы уже идем в новую, взрослую жизнь. Я уверен, что каждый из нас будет с радостью вспоминать нашу девятую школу и при возможности будет приходить сюда. И пусть говорят, что прощание со школой – это прощание с детством. Но все же мы хотим пожелать сегодняшним выпускникам не торопиться взрослеть, хранить в памяти самые яркие и трогательные моменты школьной жизни, не забывать учителей и обязательно встречаться всем вместе спустя многие годы. По традиции в мае во всех школах принято подводить итоги года. Позади два учебных семестра, поэтому настал тот час, когда нужно наградить всех тех, кто не тратил это время впустую. Красноармейскому учебно-воспитательному комплексу есть чем гордиться, и поэтому подведение итогов года для них знаменательное событие. Журавлиный бал – так называется церемония награждения всех тех, кто отличился и добился успеха в этом учебном году. Для учебно-воспитательного комплекса каждый год знаменуется множеством достижений в различных областях науки и не только. Ученики так называемой «школы будущего» по-настоящему разносторонне развитые личности. Об этом ярко говорят победы во всевозможных конкурсах, соревнованиях и турнирах. И чтобы наградить школьников за их трудолюбие, традиционно в конце мая проходит журавлиный бал. Почему журавлиный бал? Потому что так, как высоко в небо взлетают журавли, так высоко в своих учебных и не только учебных достижениях взлетают наши дети при помощи и поддержке педагогического коллектива и родителей. Есть нам о чем сегодня говорить, есть кого чествовать. И, конечно, большой и низкий поклон благотворительному фонду «Надежда», ибо наша география поездок, которые мы имеем, и Николаев, и Воструги мы были, и Киев, она бы не произошла, эти бы поездки не произошли, если бы не было у нас соучредителя благотворительного фонда «Надежда». В торжественной обстановке школьники принимают поздравления. Награды, подарки и множество приятных слов в свой адрес. Все эти почести они бесспорно заслужили. В этом году ученики комплекса стали победителями городских, областных и даже всеукраинских этапов предметных олимпиад. Ребята активно занимались и написанием научно-исследовательских работ, которые им успешно удалось защитить. Каждый учебный год чем-то отличается от предыдущего, какие-то новые победы, какие-то новые достижения. В этом году я съездила на областной конкурс, где презентовала презентацию по озеленению нашего города. Также я участвовала в конкурсных олимпиадах по украинскому языку и украинской литературе имени Тараса Григорьевича Шевченко. Очень интересно участвовать в разных конкурсах олимпиадов, добиваться чего-то нового, пробовать себя в разных сферах. Я принимала участие в первый раз в олимпиаде по экономике, я заняла первое место во всеукраинском этапе. Это было, я очень сильно волновалась, думала будет очень сложно и тяжело, но я смогла написать нормально и получилось, что даже первое место с первого раза написала. Потом участвовала в разных конкурсах, только не заняла никакого места. Как для себя это было познавательно, много нового узнала. Кроме этого, команда учебно-воспитательного комплекса уже второй год подряд стала лучшей в Донецкой области в спортивно-массовой игре «Олимпийский аистенок». И теперь ребята готовятся представлять наш город на всеукраинском этапе, который будет проходить в лагере «Артек». Готовимся мы упорно к соревнованиям в «Артеке». Каждый день у нас тренировки, учитель физкультуры нас гоняет. Ирина Геннадьевна наш и педагог-организатор нам делают красивую презентацию. И вообще мы настроены позитивно и на победу в «Артеке». Отличились и представители средств массовой информации учебного заведения. В турнире юных журналистов красноармейские медийщики достойно выступили и заняли почетное третье место. Я очень на самом деле благодарна разным конкурсам, в которых я участвовала, потому что благодарим, все же таки удалось выбрать профессию, с которой я хотела бы связать свое будущее. Это именно журналистика, вот именно эти дебаты дали многое, на самом деле развивают разные ораторские качества, качества как журналиста. Да и вообще, мне кажется, они полезны для кого угодно. Вообще, на самом деле, школа нам дает многое. Все вот эти конкурсы, в которых мы участвуем, мы развиваем себя с разных сторон, и поэтому удается узнать, кем же ты хочешь быть на самом деле. И это далеко не весь перечень достижений учащихся. Чтобы рассказать обо всех победах ребят учебно-воспитательного комплекса, нам просто не хватило бы эфирного времени. Хоккей на полу – это флорболл. Командный вид спорта, в котором играют в закрытом помещении при помощи клюшки и небольшого пластикового мяча. Многие уже слышали об этом виде спорта, некоторые даже попробовали поиграть. А сейчас мы вам расскажем о ребятах, которые достигают в нем успехов. Флорболл – командный вид спорта. Для игры необходимо пять полевых игроков и два вратаря, а также используются клюшки и мяч. Надо клюшкой вводить мяч, чтобы у тебя противник не забрал мяч. Чтобы показать красивую игру, надо давать пасы, обводить противников, делать приемы разные. В отличие от хоккея, флорболл не такой агрессивный спорт. К тому же, для того, чтобы играть, не обязательно уметь кататься на коньках. И это не единственный плюс. Этот спорт лучше, чем хоккей, потому что на хоккее можно, например, порезаться коньками или еще что-нибудь. А тут совсем безопасно. Мне нравится то, что тут надо иметь смекалку, скорость, силу, ловкость рук. Мне нравится, потому что тут вводить мячик, если его крутишь, он может не падать. Заниматься этим видом спорта могут все, независимо от пола и возраста. Секцию флорбола физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» посещают в основном мальчики. Но есть и одна девочка. По словам Насти, с ребятами ей совсем не скучно. Я уже занимаюсь давно, как три года. Ну, а флорбол мне нравится, потому что тут можно почувствовать себя свободным. Ты расслабляешься, хорошо имеешь, напрягаешься иногда. Недавно наши ребята приняли участие во всеукраинском турнире по флорболу под названием «Крылатый мяч». Красноаремец представляли три команды разных возрастов, а самым младшим флорболистам удалось стать лучшими. Мы заняли первое место, потому что мы все играли дружно и показывали то, что мы умеем. Команды были сильные, но мы вырвали победу. В игре я забил 15 голов, и мне дали грамоту лучшего нападающего. Спортсменам в возрастной категории 14-15 лет немного не хватило везения, и ребята стали серебряными призерами турнира. Команда выступила хорошо. Мы заняли второе место, пропустили гол на последних 30 секунд от команды города Луганска. Мы не расстроились, потому что в следующем году покажем более хороший результат. А вот команда, состоящая из флорболистов возрастом 13-12 лет, общими усилиями завоевала бронзу. Мы заняли третье место. Было очень тяжело, ну, волновались. Сильно очень волновались. Соперники были для нас пока что тяжелые. Спортсмены полны решимости и энтузиазма. А это значит, что победная эпопея флорболистов будет продолжаться, и впереди много чего интересного. Начиная с 1885 года, с тех пор, как впервые был изобретен мотоцикл, этот вид транспорта не дает покоя большей части мужского населения планеты. Интересно, что первые мотоциклы развивали свою скорость до 12 км в час. Причем по городу разрешалось ездить только в том случае, если днем перед ним шел человек с флагом, а ночью с фонарем. Да, повезло современным мотолюбителям, что они не живут в конце 19 века. Сегодня люди неравнодушны к двухколесному транспорту объединяет мотоспорт. Сейчас мы вам расскажем об одном из разновидностей этого спорта – мотокроссе. Какой мальчишка в детстве не мечтает о мотоцикле? Многие подростки в будущем представляют себя крутыми гонщиками. Правда, кому-то приходится довольствоваться лишь игрушечной моделью, ведь купить настоящий может далеко не каждый. Больше везет тем ребятам, чьи папы увлечены мотоспортом. Ведь часто такие дети начинают учиться ездить на мотоцикле даже раньше, чем читать. В моем случае папа тоже немного связан в молодости. Он не участвовал, но так любительски тоже занимался. Ну и как бы сейчас он тоже поддерживает форму. И сейчас я немного проучен к такому виду. Мне с детства всегда интересно было. Я занимаюсь мотокроссом с шести лет. У меня папа, дядя, дедушка занимались. Поэтому как бы меня вовлекли в этот спорт. Это увлечение сильных и мужественных мужчин. Отцы хотят, чтобы их сыновья выросли именно такими. Поэтому и приобщают детей к мотоспорту. Я думаю, это один из лучших видов спорта. Вообще один из лучших способов воспитания из мальчика в мужчин. Потому что такую силу воли, такие качества, которые спортсмен вырабатывает в себе, это те качества, которые достойны называться мужскими качествами. И ответственность, и сила воли, и способность к самопожертвованию, целеустремленность и так далее. Это лучший способ. И что немаловажно, это то, что спортсмен, занимающийся мотокроссом, уже не сможет думать ни о каких-то там сигаретах, алкоголе или даже наркотиках. То есть это человек, который посвящает свою жизнь спорту. Семилетний Артур из Таганрога мотоспортом занимается недолго, всего год. Но уже успел принять участие в семи гонках. Я решил заниматься мотокроссом, потому что мне нравится техника, мотоциклы. Хочу стать чемпионом. А что нужно для того, чтобы стать чемпионом? Много тренироваться. Для того, чтобы успешно преодолевать препятствия, спортсмену нужно иметь навыки вождения и хорошо знать строение своего двухколесного друга. Вот это надо держать тормоз и резко нажимать со всей силы. Тогда мотоцикл заведется. Начинал с более слабых мотоциклов, это советские. В них надо было постоянно ремонтировать что-то. Было больше всего я ремонтировал, наверное, чем ездил. Ну, как бы пытался по чуть-чуть прорваться вперед, идти, идти, расти над собой. Это самое главное в жизни вообще. Во время гонок мотокроссмены получают ни с чем не сравнимое удовольствие. Тоже можно сказать и про зрителей, ведь они становятся свидетелями захватывающего зрелища. Головокружительные прыжки, крутые повороты, виражи и рев мотора. Без всего этого мотогонщики не представляют своей жизни. Мотокросс для меня – это увлечение детства. С детства занимались мопедами, потом постепенно мотоциклами. Ну, так осталось увлечение на всю жизнь. Интересно. Ну, как скорость, экстрим. Когда я не тренируюсь, ну, когда просто даже не езжу, хоть иногда, ну, как-то не по себе. Надо постоянно ездить хочется. Тут хоть и по одной трассе едешь, но постоянно новые ощущения. Это не передать. Это болезнь пожизненная, можно так сказать. Мы как наркоманы подсаживаемся и не можем потом уже без мутыка никуда. Мотокросс – очень экстремальный вид спорта, поэтому здесь особое значение имеет экипировка. И, конечно, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Когда очередной раз кого-то обгоняешь, самый больший азарт от этого получается. Главное – сильно не увлекаться, потому что безопасность прежде всего. В 2011 году на соревнованиях трагически погиб юный мотогонщик из города Димитрово. Валерий Доценко-младший подавал большие надежды в мотоспорте. За свои неполные 14 лет мальчик завоевал множество наград, становился неоднократным чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также бронзовым призером чемпионата Европы. В честь Валеры в Димитрове проводят Кубок Донбасса по мотокроссу. Спортсмены из разных регионов Украины и России приезжают на турнир, чтобы почтить память чемпиона. У меня жил тут друг Творца Небесного, Валерчик, который погиб. В этом году два года были. Это мой лучший друг был. Поэтому, как бы, трассу, я думаю, он был бы доволен такой трассой. Я старался проехать эту гонку достойно, в честь памяти своего лучшего друга Валерия Доценко. Ну и как бы это получилось, я победил. Сегодня наиболее массовый мотокросс развивается среди взрослых спортсменов-любителей. В Донецкой области детей, занимающихся этим спортом, всего двое. Но ситуация может измениться, потому что в ближайшем будущем в Димитрове планируют открыть секцию мотокросса. Я надеюсь, что на следующем мотокроссе в этом году, который мы планируем провести в сентябре-октябре месяце этого года, уже будет возможность деткам приходить и заниматься. Если все будет в идеале, то, может быть, даже и к началу учебного года мы откроем секцию. Пока для этого уже есть все предпосылки. Уже и тренер есть, и договоренности такие предварительные. Очень хочется, очень надеемся, что сможем в этом году открыть секцию. Так что, возможно, совсем скоро мечты многих мальчишек о том, чтобы оседлать железного коня, исполнятся. И ряды мотокроссменов пополнятся. С недавнего времени стало модно заводить у себя дома экзотических зверьков. Скажем, пауков, рептилий и даже хамелеонов. Но ведь животные – это не игрушки, и не нужно их заводить ради моды или для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Сейчас у всех тех, кто интересуется необычными видами братьев наших мальчих и их образом жизни, появилась возможность познакомиться с ними поближе. А сделать это можно, посетив выставку экзотических животных и тропических бабочек. Туда-то сейчас мы и отправляемся. Чтобы вживую увидеть нильского крокодила, мексиканского паука-птицееда и многих других непривычных для нас представителей фауны, не обязательно лететь в жаркие страны. Достаточно просто посетить выставку экзотических животных и тропических бабочек. Там подробно расскажут много чего интересного об их жизни и среде обитания. У нас получается 16 разновидностей животных. Четыре вида ящерицы, четыре вида змей разных, пауки, два птицееда и варан. В принципе, крокодил, попугай, обезьянка. Также павильон с живыми бабочками. Синий-желтый попугай Ариша является очень любопытной птицей. Она любит, когда посетители щелкают ее на память фотоаппаратами. У попугаев Ара самый сильный клев среди представителей вида. Вообще, эти пернатые создают ощущение вечного праздника. Яркие, красочные, задорные птицы не оставят равнодушным никого из тех, кому посчастливится с ними общаться. Но такое буйство красок в оперении приносило Ара и немало проблем. На этих попугаев издавна охотились индейцы, используя их богатые перья для украшения. У вас с трудом получится пройти мимо вольера с болотной мартышкой. Этот чудный зверек очень любопытен и сообразителен. Ни в коем случае не упустит возможности пошарить по карманам у своих гостей. И что поразительно, любит полакомиться борщом. Болотные мартышки – это типичные артисты цирков, поэтому неудивительно, что они вызывают большой интерес. Обезьянка, хорек веселый у нас. Ну, попугай. В основном мы, видите, ребята веселят. Здесь очень много интересных животных, но самое большее мне понравилось – обезьянка. Потому что она веселая, необычная. И я бы хотел еще сюда прийти. Мне уже все заинтересовало – обезьяна и крокодил. А почему? Крокодила еще ни разу в жизни не видел. А обезьяна – она смешная. Мне они все понравились. Но больше всего… Может, ты его погладить хотела? Обезьяна мне нравится. Ты прям взялась себе домой? Да. Прикольная обезьяна. Если обезьянка отличается подвижностью, то хорек все время, пока мы снимали сюжет, продремал. Хорьки вообще большие сони. Спят они примерно 15 часов в сутки. Экзотические животные разных семейств и видов редко дружат между собой. Тем более интересно наблюдать совсем непривычную картину. Опасный хищник Нивский крокодил нашел себе дрога-черепаху и мирно проживает с ней на одной территории. Это один из самых больших крокодилов. Живут в Ниле. В принципе, они уже как бы занесены в Красную книгу, то есть они на грани вымирали. Ему где-то около года. Вырастают у них один вид заметили до 7 метров. Живут до 150 лет. Невозможно не обратить внимание на удава обыкновенного. Это присмыкающийся, весит около 5 килограмм. Не попала возможность ощутить, каково это подержать у себя на шее шарф со змеиным принтом. Поначалу было страшновато, но после нескольких минут объятий я поняла, что такая змея никакого вреда для человека не несет. Кроме всего прочего, вас ожидает павильон живых бабочек. На Востоке эти воздушные красавицы считаются символом счастья. Но чтобы содержать такое удовольствие, нужны особые условия. Питаются они нектаром, фруктозой. То есть нарезаем бананчики, апельсинчики. Так мы их каждую садим с утра. Они выбрасывают хоботок. То есть у них на лапках рецептор. То есть садишь, и она выбрасывает хоботок и питается. А вот они специально в павильоне. Какая температура должна быть? Температура 26 градусов и влажность 70-80. Здесь можно не только полюбоваться тем, как бабочки порхают, но и если повезет, увидеть их появление на свет. Это инсектарии. Все бабочки, которые летают здесь, вылетели отсюда. То есть когда бабочка рождается, она рождается вниз головой, вылазит на свой кокон. Крылышки у нее маленькие, а животик большой. И она перегоняет жидкость с животика в крылья, и крылья постепенно наливаются. Потом висит, сохнет и вылетает. Бабочка голубой морфа является самой красивой бабочкой в мире. А еще считается, что если она сядет на ваше плечо, то загадав желание, она обязательно исполнится. Голубой морфа – жемчужина амазонских джунглей. Во время полета ее крылья переливаются металлическим блеском, а цвет меняется в зависимости от угла падения света. К сожалению, ни на кого из нашей съемочной группы эта бабочка не села. Но, возможно, вам повезет больше. Выставка экзотических животных будет длиться до 9 июня. Так что у вас есть время, чтобы посмотреть на всю эту красоту не только с экрана телевизора. А напоследок мы хотим вам пожелать хорошего настроения на протяжении всей недели. А увидимся мы с вами в следующую пятницу. До встречи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!